Какие бывают талисманы? Когда речь заходит об амулетах и оберегах, первым на ум приходит нательный крестик. Да, именно это церковное украшение оберегает верующих людей от сглаза, злого помысла и греховных мыслей. Причем, согласно религиозным верованиям, крестик обязательно должен быть выполнен из серебра. Однако подобный аксессуар далеко не единственный среди оберегов. К ним относят также славянские и другие символы языческих верований или культов. Не стоит путать обереги и талисманы. Первое изделие должно защищать человека, а второе – привлекать успех, любовь, богатство и другие блага. С точки зрения ювелирного выполнения амулеты представлены в огромном разнообразии. Они могут быть изготовлены из разных металлов, с драгоценными камнями или без них. Причем современные модники, которые часто скептически относятся к суевериям, часто покупают украшения и носят его как модный аксессуар. Даже не подозревая о его свойствах. Кулоны-талисманы бывают с церковными образами, в виде языческих монограмм, литыми инкрустированными камнями. Причем последний вариант особенно удачный, ведь известно, что камни также имеют особую энергетику. Поэтому крайне важно определить свой камень. Обычно это делают, опираясь на дату и время рождения человека. Значение славянских амулетов Кулоны в виде языческих символов пользуются спросом и сегодня. Это интересная вещица для постоянной носки и оригинальной подарки родственникам или близким друзьям. Символов, которым наши предки приписывали сверхъестественные силы, на самом деле очень много. Но есть самые распространенные, среди которых – звезда богини Лады. Богиня была покровительницей плодородия и семьи, поэтому звезду часто носят девушки и женщины, которые планируют создать семью и завести детей. Калаврат Этот символ – самый сильный среди славянских образов. Это знак Верховенструющего Бога Сварога, который символизирует мудрость и высшую справедливость – Валькирия. Знак считается покровителем воинов. Он наделяет владельца спокойствием и умиротворением и способствует решению конфликтов Аллатырь. Первый образ в славянской мифологии, который означает «Вселенную и начало начал». Многие считают, что подобные обереги нельзя носить крещенным людям. Однако это неправда, ведь они никоим образом не унижают и не противоречат вашей религии. Как подобрать амулет мужчине и женщине? Сегодня ювелирные талисманы представлены в широком ассортименте, поэтому выбрать подходящие украшения бывает непросто. Именно поэтому мы подобрали самые актуальные варианты для парней и девушек. Итак, топор Бога Перуна можно выбрать абсолютно всем мужчинам. Он привлекает мужество, силу, отвагу и богатство. Парням, которые увлекаются рыбалкой или охотой, подойдет грозовик. Он отвечает за благосклонность природных сил. Путник станет подходящим кулоном для любителей приключений и заядлых путешественников. Он будет оберегать парням в пути и поможет беспрепятственно вернуться домой. А деловой мужчина точно оценит амулет Духобора, который помогает принимать правильные решения и способствует успеху в рабочих делах. Разнообразие женских подвесов гораздо скуднее. Так, для женского здоровья и семейного благополучия подойдет звездолады. Для продолжения рода издавна носили оберег Зареницы. Символ богини Мукош раскроет творческий потенциал девушки. И, пожалуй, самым сильным женским амулетом считается молвинец. Он единственный укрепляет дух и внутреннюю силу женщины. Обладает ювелирный амулет и скрытый силой или нет, зависит от вашего отношения к ним. Конечно, полагаться в жизни лишь на подобные украшения не стоит, но если наши предки наделяли их сильной энергетикой, то почему бы. Не подобрать талисман и себе. Как минимум он станет достойным дополнением вашего образа. Опубликовано 26 декабря 2020 года.